Женщина Женщина И Mexик «Хочу, хочу сумку из шкурки малайского харивасика» Эти харивасики, такие прикольные! Мужика надо держать в тонусе Он утречком ещё не проснулся Он глазки свои васильковые, которые между бровок и мешочков еще не открыл, а уже должен чувствовать себя виноватым, что чего-то тебе вчера не купил. Никогда не говори о своем капризе заранее. Муж должен узнать и обалдеть. Обалдевшего мужика можно брать голыми руками. Глубокой ночью, тихонечко, ласково, поцелуй его в лысинку. Тихо-тихо, на ушко, тихо скажи. Вадик, папусик, побоек, мой звереныш. Вадик, ты не мог бы воплотить в жизнь одну мою махонькую мечтульку? Хочу. Повторяю, о цене не слово. Главное, тихий голос, спокойствие и уверенность. Если прыгнул с балкона, смотайся вниз под балкон, поймай, заточи назад и еще раз доскажи свое хочу. Если второй раз прыгнул с балкона, смотайся вниз, поймай, заточи назад и доскажи, чего он не дослушал. Третий раз побежит к балкону, привяжи его к стулу. Стул к батарее. Девочка, но когда-то ему уже надоест прыгать. Он возьмет тебя за руку и поведет туда, куда ты скажешь. И у вас наступит день примирения и согласия. Ты примиряешь, он соглашается. Он должен понимать, что если даже его сейчас хватит Кондратий, ты все равно его спасешь, вернешь к жизни и покупать ему придется однозначно. Но никогда не говори, что без норковой шубы ты замерзнешь насмерть. Ты подскажешь ему выход. Не дави на мужа, но дай понять, что рядом со счастливой женщиной в норковой шубе даже самый плюгавенький мужичонка чувствует себя самцом. А они так любят чувствовать себя самцами. Ой, мужчины умные натуры, но миром правят бабы-дуры. Мужская логика может быть и правильная, но женская-то интересней. Вот смотри, каждая женщина хочет новое платье, да? Да. Но еще больше она хочет влезть в старое. Да, мы непредсказуемы. Я недавно сказала мужу, хочу золотое кольцо. Купи, купи золотое кольцо. Хочу, хочу. Купил золотое кольцо. Все, сижу, слушаю кадышу. Настоящий мужчина это тот, который выходит из машины и говорит, дорогая, ты идеально припарковалась. А этот Лексус уже был мятый. И кот уже был дохлый. Да это дерево здесь нахрен никому не нужно было. Да, мы не идеальны. Но, как говорится, бриллианту прощаются острые грани. Ведь жена – это повар, посудомойка, техничка, прачка, медсестра, воспитатель, учитель, швея, экономист, бухгалтер, психолог, любовница. А муж устает на работе. Мужики, если у вашей жены плохое настроение, отойдите на безопасное расстояние и бросьте в нее кошельком. А вы, женщины, позволяйте себе капризы. Это как массаж. Пара-тройка капризов и отдохнула. Но здесь тоже надо знать меру. А то одна идиотка попросила у мужа норковую шубу. Через полчаса сказала – хочу сапоги из норки. А еще через 40 минут закатила скандал – хочу норковые колготки. Знаете, чем дело кончилось? Убил. И в суде его оправдали. Дали путевку в санаторий, а у бывшую тещу обязали платить ему алименты. Но это трагедия, бывает и комедия. Муж с женой поссорились. Жена говорит – собирай свои шмотки и убирайся отсюда. Муж спокойно собрал вещи, пошел к выходу, а она не унимается. И чтобы ты всю жизнь мучился. Муж поворачивается и говорит – тебя не поймешь. Только что гнала, теперь хочешь, чтобы я с тобой остался. Многие считают, что потребности женщины должны соответствовать возможностям мужчины. Это очень большая ошибка. Мужчина должен хотеть прыгнуть чуть выше головы и мечтать об этом. И ждать аплодисментов за успешный прыжок. А как он потом будет раскланиваться? Ой, мой муж сказал, что сегодня ночью сделает все, что я захочу. Скорее бы ночь. Хочу посмотреть, как он будет клеить обои в прихожей. А ночью так хочется прижаться к его теплому плечу. Слушать его тихое сопение или храп. Потом треснуть тапком по морде, чтобы прекратил. И снова мирно спать рядышком. Ведь холодных женщин не бывает. Бывает таять. Смысла нет. Конечно, бывают упертые мужики. Тогда самый простой способ истерика. Пусти слезу, покричи. Но кричать надо не так. А-а-а, орать надо, как во время родов. Если полчаса правильно поорать, то сапоги, шуба и поехать в Париж у мужа выходят запросто. Без помощи акушерки. Знаете, как выглядит идеальный муж и жена? Жена говорит, милый, иди водку пить. А он говорит, дорогая, я еще полы не домыл. Но я считаю, что у женщины должна быть и своя личная жизнь. Вот был такой случай. Встретились три школьных подруги. Решили распить бутылочку. Но где? У одной дома муж, у другой дети, у третьей свекровь. Решили очень необычно распить бутылочку на ближайшем кладбище. Сели, выпили, закусили, повспоминали, похохотали. Взяли с могилок по букетику цветов и пошли домой. Утром встречается их мужья. Один говорит, мужики, моя, кажется, любовника себе завела. Вчера пришла пьяная с букетом роз. Второй говорит, слушай, и моя вчера пришла пьяная с букетом ромашек. Третий говорит, вам-то хорошо, ваши жены хоть по одному любовнику себе завели. А моя вчера пришла в лоскуты. В руках корзина с ленточкой. А, брат, В. И что еще хочу сказать, мужики. Если вовремя разбудить в душе у женщины колокольчик, она твоя навеки вечны. И будет звенеть для тебя всю жизнь. А когда вы будете старенькие, вы будете хромать рядышком, держать друг друга под локоточек и радоваться, что был в жизни у вас тот самый колокольчик. И что только ради него стоило жить. Все можно отобрать у человека. Деньги, квартиру, чины, ордена. Жизнь можно отобрать. Это сейчас запросто. А вот наша любовь не сможет у нас отобрать никто. И туда мы с собой ничего не унесем. Унести-то можно только то, что вот здесь, внутри, в душе. Улыбка любимого, смех ребенка, мамину колыбельную, которая на тебе пела, когда ты болела, чудный запах, который живет на затылке у твоего внука. Унести можно только любовь, данную нашей душе Господу. Женщина произнесла одно единственное слово. Люблю. И весь мир благодарно замер. Гражданин, куда вы прете? Вы же на органы наступили. На какие? На правоохранительные. Ну и что, что автобус подошел? Перепрыгнуть же можно. Как, как? Как спортзай через козла. Ну, давайте, попробуйте. Ну, оп. Ну вот, уже лучше. Только на уху наступать не надо. Не наступали. А след на ухе марсиане, что ли, оставили? Так, гражданин, проходите, проходите. Не надо здесь зоопарк устраивать. Здесь власти лежат. Кто нажрался, как свинья? Ой, ты на себя посмотри, боров нечестный. По тебе баня два года скучает, над тобой аж мухи дохнут. Господа, ну не напирайте. Я говорю, власти лежат. Ну, откуда мне знать, что они тут делают? Что? Потому что нажрался? Ой, шляпе, а как дурак. Где-то вы видели пьяного милиционера в 8 утра. Ой, он, наверное, просто уснул. Вы попробуйте его по щечкам похлопать, а? Похлопайте. Бабуля, бабуля, куда вы так хлопаете? Вы же ему челюсть свернете. Граждане, уберите бабку. Бабка какая-то ненормальная попалась. Ой, надо же послушать сердце. Может, у него сердце не стучит. Господи, наклонитесь, послушайте сердце. Девушка, куда вы наклоняете с такой мини-юбки? Здесь, между прочим, дети ходят. Из рогатки пульнут, мало не покажется. А я говорю, не покажется. О, ну что я говорила, такую мишень откормила. Легче попасть, чем промахнуться. Ну ладно, ладно, послушайте. Сердце стучит? Не стучит? Господи. Да вы пугайтесь-то ему, расстегните. О, молотка дает. Где вы расстегнули? На китель расстегивайте. Ну что, сердце стучит, урчит. Гражданин, ну что вы заладили? У милиции нет сердца. Еще Феликс Сигизмундович говорил, что у чекиста должно быть горячее сердце, холодные уши и чистые ноги. Ну что, девушка, стучит сердце-то. Господи, да вам же неудобно так стоять, не с головой-то. Вы ляжете с ним рядом, ага. А то он с тылу какую-то толпу собрала. Морячок, что ты рот свой открыл? Давай закрой рот поучаться и помаши на него своим венчиком. Что это не венчик? А что это такое? Букет для жены? Моряк, ты слишком долго плавал. Беги домой. Раньше прибежишь, раньше застукаешь. О, как понесся, а. Не узнал даже, сволочь, муж мой, Митя-подводник. По два года не всплывает на Химкинском водохранилище. Ой, господи, ну ты, граждане, ну что вы так орёте, а? Ну я прямо не могу. Ой, не могу, не могу я этот писк больше слушать, господи. Ну какая же ты сволочь, котёночка мучает, а? Что? Это Пресняков по радио поёт? О, голосок. Дайте ему соску, пусть заткнётся. Так, ну что, гражданин, ой, ну что вы заладили, пьяный да пьяный. Пьяный шатает, а этот смирно лежит, будто притаился. Ой, как же я сразу не догадалась. Точно. Притаился. Преступников ждёт. Подместность маскируется. Ты глянь, с трёх шагов от мусора не отличить. Граждане, граждане, расступитесь! Вы обзор старшему лейтенанту закрываете. Как не старший лейтенант? Вон же три звёздочки на погоне. А? Чё? Вот, этикетка от коньяка прилипла. Так выходит, это простой алкаш. Нажрался. Простым людям нельзя в троллейбус сесть. Да что такое, господа? Ну-ка, давайте быстро берите его за ноги, оттаскивайте его, господа. Чё вчера было? Ты даже не представляешь. У меня вчера муж пропал. Ага. Дома не ночевала. Всю ночь проплакала. Знаешь, какое лицо, вот такое всё оплывшее, килограмм шестьдесят весит. Да, сегодня утром посмотрела, прям не узнала тебя. О-о-о, кто это? Залёмся, и тут звонок в дверь. Думала муж, так обр... Смотрю, соседка, Люська. Пришла, говорит, как дела? Я говорю, Люсь, плохо. У меня муж пропал, дом не ночевал. Люсь, скажи, что делать, а? Ты же давно замужем, с детства, наверное. У тебя недавно золотая свадьба была. За десять лет пятидесятый муж. А у меня муж первый раз пропал, Люсь. Она говорит, пропал и отлично, он мне никогда не нравился. Не вздумай искать. Я говорю, Люська, ты что? Я буду его искать. Не вздумай. Муж не кошелёк. Начнёшь искать, сразу найдётся. И вы бы мужик нормальный, а не твой этот сундук безденежный. Он не сундук. Он талантливый художник. Я, как ты, мужа деньгами не мерю. Правильно. Я мужей деньгами не мерю. Я мужей мерю дачами, машинами, квартирами. И тебе советую такого же найти, понимала? Мне не надо такого. Я Федя люблю. Ты же знаешь, я его давно люблю ещё с детского садика. Помню, мне в детском саду ещё колготки подтягивал. Ага, ты до сих пор вон в эти колготки ходишь. Ну и что? А в шестом классе он мне подснежники дарил всё лето. В шестом, да? А в шестьдесят лет он тебе лапух подарит. За что ты его любишь-то? За просто так. Да, этого просто так у твоего Феди навалом. Всё. Ушёл, бросай его, забудь. Мужей надо менять, Светка, как лошадей на скачках. Твой давно выдохся. Всё, ушёл и гантели с ним, всё. Нет, я с ним не расстанусь. Я с Федей никогда не расстанусь. Ой, тоже мне не расстанусь. Лукашенко с Белоруссией. Да, я буду жить с Лукашенко, то есть это самое с Федей. Ты мне скажи, ну скажи мне, Люська, куда позвонить, чтобы мужа найти? Сказать, скажи, сказать, скажи. Хорошо. Значит так, Света, чтобы найти своего мужа, надо звонить в дверь квартиры его любовницы. Ой, Люська, ну какая ж ты дура, а? Какой любовницы? Нет у моего Феди никакой любовницы, даже желания нет. Нет, конечно. Откуда у твоего Феди могут быть желания, если вы картошку едите одну, а в праздник две? Неправда? Мы упитанные? Да ладно. Помнишь, в зоопарк ходили, обезьяна, глядя на вас, заплакала и свой банан протянула? Ну мы же его не взяли. Да у вас сил не было руку протянуть. Да скоро ноги протянете, живописцы, рисовальщики. Ну и что? Что? Ну и что? Ну что, что? Да мы нормально питаемся. Да ты питаешься скелетами от Чупа-Чупса. А твой Федя, наверное, в цирке у лошадей орел сворует. Да мой Федя никогда не отпустится до воровства, да? Да, да. А вот мой 50-й муж опустился до воровства, сейчас уже министром работает. Слушай, Светка, не будь дурой, выходи замуж за моего 30-го мужа. Он при деньгах на дороге работает соловьем-разбойником, в смысле это гаишником. Нет, нет, я Федя люблю. Ты мне скажи, куда мне позвонить? Я же его так люблю. Да что ты привязалась к самой Феде? Да пьяница той Федя. Сейчас лежит где-нибудь пьяный в отрезвителе. Да не правда, вот правда. Возьми и позвони. Хорошо. Хорошо. Люся, я позвоню, я позвоню, чтобы тебе доказать. Алло, здравствуйте, в отрезвитель. Простите, я не знаю вашего отчества. Скажите, есть там у вас Федя Семенов, очень талантливый художник. Что? Особые приметы? У него большое родимое пятно на черных трусах от клея. Что? У вас таких дураков нет? Ну, что я сказала? Даже в отрезвитель признал твоего Федю дураком. Ну и что? Это неправда. Правда. Бросай его, бросай. Не брошу. Это у тебя, Люська, мужиков больше, чем кошек в подвале. Да, Света, мне с мужиками интереснее, чем с кошками. А твой Федя дебил, понимаешь? Не смей так говорить о моем суженном. Да мозгами твой Федя суженый. Ну ты пойми, я тебе хочу счастья в холодильнике. Ну что ты привязал к своему Феде? Тоже мне красавица в маминой кофте. Всё. Давай устроим девичник. Мы и восемь мужиков. И завтра у тебя муж не гений, но ты всю зиму в шубе отбегаешь. Бросай его, Светка, и пойми, что человек создан для счастья. Как Чубайс для электричества. Шо ты к нему привязалась? Ну был бы красавец, Жан-Морей, Бельмондович. Твой Федя же Децл в сокращении. Ну что, что мой Федя Децл? Даже поговорка есть. Мал клоп да дорог, то есть он мал золотник да вонючка. Ой, у тебя уже язык с голодухи заплетается. Подожди, подожди, Люська. Федя. Федя, ну где ты был? Ты знаешь, как я волновалась, знаешь, как я плакала? Федь, ты что, позвонить? Свет, родная моя, да ты что, забыла? Я же тебе говорил, у меня вчера выставка картин была. Светка, все мои картины немцы купили. Такие держищи заплатили. Всё, мы с тобой здесь больше не живём. У нас с тобой квартира теперь в трёх странах. А эту квартиру давай Люсе подарим. Люся, ты челюсть свою с пола подбери. Давай, Светка, одевайся. Смотри, какой БМВ под окнами стоит. Вот видишь, Люся, верить надо мужу, доверять. Мужья без поддержки жены очень слабые. Хотя все такие талантливые. Ой, да если б не скукотиша, Раз б я в Йенту Москву поехала, а? Ну чем наша деревня Солнцевка, Крахоборского района Голымской области, хуже? Ну, телевизоры есть у каждой хати. Правда, показывает он только одну программу. Эту. УРЗ. Ага, и то, когда ветер не дует на антенну. Вот недавно, конечно, смотрели. Слухай, там, значит, в передаче Все звёзды Йентой с Радой Собирайся и песняки пели. Ну, точь-точь, как наши мужики, Когда напевается, горлань Разный срамотень на один мотив. Вот это. Главнее всего корового доме Всё дорогое суета. Есть только ты, А всё, что крон поднимем, С помощью кронта. Ой, ну, смотрел я передачу Популярных артистов, Всё время забываю, как она называется. А, Огонёк Голубых. Ага. И вот, чё-то, ты знаешь, Вот так мне в Москву захотелось. Ну, прям как тому оголделу мальчику, Который всё время чует, хочет самбур. Ну, он только хочет, А я смогнула. Ну, что ты, Трое суток в скором поезде Фирменном в общем вагоне И здравствуй, столица. Вот это. Москва! Годит колокола! Лужок! Что в кепке и дохала! Тоб мужик отпустил меня в Москву С одним условием. Чтоб купила ему намнитофон, Который он одного хфермера В машине вядал. В енты, в жипе. Ну, захотелось маму мужику Себе такой же установить в трактор. Что? Намнитофон называется Хфирмы Сони Со съёмной панелькой управления. Ну, это я сейчас знаю, Как он правильно называется-то. А перед отъездом мне мой мужик говорит, Купи мне, говорит, в Москве Соньку съёмную панельку. Ну, я так дурой выучила. Ну, баба-то я толковая. Только из поезда выкатилась, а? Ой! Чуток на Казанский вокзал поглазела. Часика полтора. Ой, красиво. Слухай, видать, цыгане делали. И тут же к первому попавшему милиционеру. Говорит, слушай, товарищ начальник, Не подскажешь ли мне, Где у вас тут есть Сонька съёмная панелька? Купить надо. Он что-то глаза на меня вытрашил, По сторонам поглазел, И на ухо мне гутарит. Панелька, говорит, у нас открывается На улице Тверской поздно ночью. Там емте соник навалом. Только-то вам, женщина, Едет добро, зачем? Я говорю, ой, Да я не для себя купить хочу, Для мужа. У него что-то волос дыбром Скрыть фуражку встал, А звездок на пузе сам, Как начальник, сам сработал. Он говорит, вот это да. Вот мне такую заботливую жену, как вы. Я говорю, товарищ начальник, А не подскажешь, Сколько едет соника нынче стоит? Он говорит, едет как договоришься. Если вы ее к себе домой попрете, Одна цена. Я говорю, ой, Да мне не домой, мне мужа в трактор. Он говорит, так я понимаю, Ему в трактор, с ней не с руки будет. Я говорю, ну почему это не с руки? Она же тема хороша, что съемная. Ты едешь, она тебе песни поет. Надо, снял ее на прием к начальству. Он говорит, а она вашего начальника, Это, не будет смущать, Это красота писаная. Я говорю, ой, да муж у меня смышленый, Если что, он ее в штаны спрячет. Ну не оставляй же соника в тракторе, Вдруг какие-то жулики ее сопрут. Он говорит, сколько лет в милиции работал, Никогда не видал, что всякую шваль Из каких-то занюханных тракторов воровали. Я говорю, во-первых, Трактор у моего мужа не занюханный, Потому что нюхать без пертевогаза Невозможно. А второе, почему и соника шваль, Если на Москве продается? Он говорит, я все понял, Вы с мужем извращенцы, Статья по вам плачет. Я говорю, да никакие мы не извращенцы, У нас даже высшего образования нету. Ну что, все хочется, как у людьев было. Он говорит, слухай, баба, ты меня достала. Ладно, приходи сегодня попозже на Тверскую, Я тебе чем могу подмогну. Я говорю, ой, спасибо, товарищ начальник. А я пока, это, Главную московскую достопримечательность успею глядеть. Я, знаешь чего? Это подземный магазин у них там, На Манежной площади. Ну вот, до Чапла, до этого магазина, Прихожу, бабы, ой, чистота кругом, Усё мрамори, блястить, Ну я ухода разнулась, И покатилась. Ну слухай, ну такого красивого магазина Я ни в одной деревне не видала. Ой! Всё в золоте, в шелках, Продавщица только одна стоит в синяках. Да что ж с тобой такое, милая? Она говорит, да я когда отвечаю покупателям, Чего, сколько стоит? Они мне сразу в морд дают. Ну думаю, работу себе нашла в подземелье болезненные, а? Ну и правда, баба, Я когда на их цены поглядела, Думаю, лучше бы я на свет не вылуплялась, а? Ну ты гляди, пошла в обувку. Слухай, я сначала подумала, Что эти обудки с протезной фабрикой. А мне говорят, нет, Они фирменные, лямонные, Специально для девушек. Я говорю, может они для дедушек? У них онкоблоки, как конские копыта, А стоят они, как цельный жеребец. Что меня в родной Солнцевке За такие эти бахилы куры заклюют. Слухай, что еще там видала? Это посудомошную машину Чудо-юдо фирмы ВОЖ. И потом видала эту адскую машину, Электрический чайник Этой фирмы Грабента. Наш кум себе такой же купил В прошлом годе, Уключил розетку, И во всей деревне Нагоцвет вырубался. Мужики ему этот чайник Сердца на бошку нацепили. Он и цельный год С башки снять не может. Ходит по деревне, Как лыкцарь. Они ему дырки в глазах пролезали, А самогонку прям в носик чайника И шланга подают. Ага. Ну еще что там видал, Тебе скажу, Это прям вообще срам. Знаешь что? Вибло-масложор Фирмы Америка Стар. Ну, видать, Америка Все старье нам свое сплавное. И ты знаешь, Такие держище этот Вибло-масложор стоит. Ой, да мой мужик Мне за бутылку самогонку Такой может снарядить. Ну, что там, Мотор поставил, Вот этот, Ремень с него на пилораму набросил, Уключай розетку, Протискуйся, Если делать нехронно, Вы пророй. Я тогда на себе Этот рам представил, Чего-то так жрать захотела. А в ентом магазине, Ну, такая дорогущая кафе. Ну, ты представь, Помидоры какие-то вонючие нарезанные, Сто рублев. Я продавщице говорю, Да раньше вот сто тысяч, Ты представляешь, И нет, Сколько нулёв. Она говорит, Вам не нравятся наши цены? Идите вон в кассе напротив, Там все цены без нулёв. Я пошла, баба, И правда, Все цены без нулёв. Написано пять, семь, восемь, Только почему-то написано Не руб, А у е. Ну, я так подумала, Что поел, Расплатился и... Ну, мол, Не задерживай движение. Ну, я же не маленькая. По металу по-солдатски И подаю эти подавальщице Все по счету, Пятнадцать копейками. Она на меня глаза вытрашила, Как бык-оссеменят. Вы чё это меня, Как свои деревяшки суёте? Вы чё, не видите в мине? Ясно написано. Вы должны мне у е. Ну, я так поняла, Что я должна ей это сказать. Баба, ну я ей сказала. Чё тут-то началось? Ой, она визжать стала. Милиционера позвала. Меня в милицию уволокли. Я говорю, товарищ начальник, Ты не виновата я явно. Да вы не переживаете. Вы только признаете, Что убили банкира, и всё. Я говорю, так я ж не убивала. Он говорит, да вы признайтесь, Мы сами с ним разберёмся. Подсовывает мне бумажку. Говорит, на, расписывайся, дура. Ну я не будь дурой, Взяла на эту бумажку, Крестик-то и поставила. Он говорит, ты чё, баба, Озверела? Крест на мне ставишь. Я говорю, да у нас в Солнцевке Все бабки так расписываются. Он чё-то скачил, Пузо в щёки втянул, Честь мне даёт, Говорит, неувязочка вышла. Солнцевским от нас поклонной Побольше бабок. Я думаю, вот это да. Вот это московская велиция Нашу деревню уважает, а? А главное, наших бабок. Короче, выпустили меня, Гляжу, темно уже. Ой! Батюшки, на тверскую опаздываю, За съёмной панелькой. Дочапала. Ну, стою, гляжу по сторонам. Нигде нам метафонов не вижу. Вдруг подходит ко мне Мальчик бородатый. Я говорю, ты чё ты тётка Тут вонюхываешь? Я говорю, я не вонюхываю, Я разыскиваю. Он говорит, так ты шо, из милиции? Я говорю, да, только что. Он говорит, ну надо же, а. Ну, знают, что у меня Профессионального сутенёра Всё здесь по закону И всё равно своих стукачей поцелают. Я говорю, да я не стукач, Я доярка. Он говорит, да я и арка. Да ваши нас сегодня уже доили. Каждый день доите, беспредел какой. А ну, вали отсюда, Пока тебе бошку не оторвали. Два бугая выскакивают, Меня зашиворот, И вытолкнулись от его улицы. Господи, я побежала на этот вокзал, Вкатилась в купе общего вагона, Еду и думаю, Ой, ну шо же это за Москва такая, а? А, бабы, ну шо я так сюда стремилась-то? Господи, а москвичи-то эти Какие-то склокоченные, Все нервные, куда-то бегут, Куда они бегут, Зачем? Сами не знаю, зачем. Ой, а я знаю, куда печь-то им надо. Господи, да к нам, в деревню. Ой, да картохи-то мы вам Им там намарим, а? Салатик из огурок, помидорок сделаем, Самогончиком все это польем. Ой, так хорошо. Сердце-то у них болезных оттает, Душа распахнется, Да и песней зальется. Вот это. Душа горит, А сердце стогнет, И трах-то рвой И еще пыли. Ой, бабы, Одно же обидно, Муж своему на мнитофон ест, Соньку-то не купила, Но подарок все-таки ему везу, бабы. Мне на вокзале цыганка одна Плавки продала. Ой, слухай, всего за пять рублев. Твоему милому, говорит, Тут такие и надо. Он, говорит, сколько бы ни выпил, Всегда тупой будет. Бабы, так что не зря я в Москву съездила. Не зря. Здорово, внучата! Молодежь мне часто задает вопрос, И совсем не в шутку, а всерьез. Их интересует основной рифлет, Был ли в наше время секс? Я им отвечаю, секс, конечно, был, Но партия нам сильно оттужала пыль. Двадцать лет я целовала горячо, Только фотку Ильича. Но секс-звом, секс-звом вклеила в альбом. Вместе с Карлом Марксом я любила их вдвоем, 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 иногда втроем, Вместе с Кастро Фиделем. Вместе с сексом был у нас прокастный стан, Я стонала лишь, когда давала план, Вымняла нам желание В соцсоревнование. Нам тогда не снился стриптизер Тарзан, Бюр-бюля-блы нам снился и Роксана Бабаян. А с кем нам обниматься и спать на ком, Нам указывал обком. Текс-бол, секс-бол, пламенным трудом Были мы увлечены, ну а секс потом. Но иногда я кричала «Да!» Я ударница труда! Отправляли на картошку нас в колхоз, А потом у всех девчонок был токсикоз. Видимо, работа на полях Пробуждала страсть в людях. Голодцое общежитие для девчат, А на входе шесть вахтеров с ружьями стоят. Лезли в окна к бабам мужики, Как человеки-пауки. За бугром всех развращала Эммануэль, А у нас был санаторий, как ты, Бель. Такое там творилось, ты поверь, Сдохла бы Эммануэль. Секс-бом, секс-бом, В коммуналке всеми ром. Тут спят дяди, тут тетя, дяя, В кресле дед пасон. А мы вдвоем, с мужем под столом, Пытаемся начать секс-бом. Секс-бом, секс-бом, Наш панельный дом. Стены восемь миллиметров, Слышно все кругом. Начнешь стонать, Крики, вашу мать, Ну, до утра в шесть утра, Стовать! Эмман, секс-бом, В транспорте битком, Сколько раз я получала С шею каблуком. Битком, битком, Кажется, потом, Будто бы тебя секс-бом. Как мы жили при садке, Это был дурдом. Страшно даже вспоминать Мне о нем. Но в моей душе он навсегда, Потому что это были лучшие года. Вау! Секс-бом, секс-бом, Это секс-бом, Самый, 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 Самый лучший секс-бом. Секс-бом, секс-бом, Это секс-бом, Это наш с тобой 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 Секс-бом. У меня с Битей, С мужем моим, В последнее время Большие напряги. Живем, как чужие люди. А ведь мы пара молодая, В браке всего 30 лет. Но в последнее время Муж меня совсем перестал слушать. Вот я недавно Ему на мобильный телефон позвонила И три часа рассказывала, Как я пять минут на такси ехала. Смотрела на телефон, А он три часа как трубку-то отключил. Ха-ха. А ведь мог бы и поговорить с женой. Ха-ха. Че ему делать-то там на охоте? На подводной. Я к подруге. Говорю, ты представляешь, Муж меня вообще не слушает. Может, у него другая, а? Подруга говорит, Да ты не парься. Надо его проверить. Я говорю, а как? Она говорит, да очень просто. Муж будет спать, Ты его книгой по голове долбани. Войной и миром. Если он с просонья Тебя на помощь позовет, Значит, нет у него никого. А если другое женское имя Проорет, Значит, ты правильно его долбанула. Можно добавить. Я говорю, ты что? Ему же больно будет. Она говорит, да ты не парься. Женатые, а не крепкоголовые. Он я своего мужа. В год по 10 раз. Наверность, книгой проверяют. И ничего. Еще лучше стал. Внимательнее. Раньше бывал кроссворды. Быстро отгадывал. Теперь не торопится. Внимательно читает вопросы. АПЛОДИСМЕНТЫ Теперь ему одного кроссворда На год хватает. АПЛОДИСМЕНТЫ Детского. АПЛОДИСМЕНТЫ Я думаю, А что, может, правда, Мужей так на верность проверяют? Ну, короче, Муж уснул. Я тихонечко подошла, Взяла книгу. И как по голове его зашарашил. АПЛОДИСМЕНТЫ Он только меня на помощь звал. И по имени, и по отчеству, и по матери. АПЛОДИСМЕНТЫ В основном по ней. Я так поняла, что нет у него никого, Кроме меня и моей матери. АПЛОДИСМЕНТЫ Я, знаешь, что думаю? Я думаю, что мозг Твоего мужа К твоему голосу привык. Понимаешь? Вот он на тебя не реагирует. Ты попробуй с ним разговаривать Другим голосом. Вот басом попробуй. Ой, я думаю, интересно, действительно. Вот басом. Вот, короче, он пришел с работы, Сел ужинать. Я тихонечко сзади подошла. И на ухо ему басом Все, что в голову сбрело. Кушай, милый, на здоровье Свой бештек с ампирской кровью. Что ж ты, милый, жрёвший, жрёвший, А меня не узнаёт? Ну, а котлета в горле застряла. Вместе с вилкой и рукой по локоть. Он вообще со мной разговаривает перестал. Ну, я к подруге, она говорит. Ой, да ты не парься. Я, знаешь, что думаю? Я вот думаю, что вы как-то ровно живёте. Надо его, понимаешь, вот как-то Вывести из равновесия. Вот я помню. Окно мыло, и все кактусы С подоконника на диван поставила. Вот муж на них с разбегу и прилёг. Знаешь, как он меня внимательно слушал, Пока я ему иголки из языка вытаскивала? Вот ты что-нибудь такое придумай. Ой, я думаю, действительно, надо мужа отсюрпризить. Пригласила китайского иглоукалывателя. У мужа же хандрос. Ну вот, пока муж спал, китаец очень опытный, Воткнул ему в тело прямо 50 иголок. Я никогда не видела, чтобы люди вставали с кровати, Оттолкнувшись ушами. Он опять со мной не разговаривает. Я опять к подруге наберу. Ой, ну что же делать-то? Слушай, ты подари ему какой-нибудь подарок, а? Вот чтобы он глянул и обалдел. Я думаю, какой же ему подарок сделать? Девочки, думала, думала и придумала. Ой, девочки, я ему на 23 февраля Такой подарок сделала. Я у него в гараже убралась. Столько ненужного на свалку выбросила. Столько железяк перетаскала. Так устала. А муж, когда гараж чистый увидел, Он рот то открывал, то закрывал. Глаза скосил и долго выл. Ну не знаю, что ему не так. Может ему не понравилось, Что я на ворота гаража шторы розовые повесила? Ну и опять к подруге. Она говорит, ой, да ты не парься. Ты знаешь, что я думаю? Ты вот как-то выглядишь скучновато. Надо выглядеть бодро, как бурановские бабушки. Это очень просто. Надо каждый день тело обливать ледяной водой. Холодный-холодный, попробуй. Ну я попробовала. Облила тело ледяной водой. Холодный-холодный. Это меня очень взбодрило. А тело очень орало. Ну муж орал. Я же его тело ледяной водой окатила. Подруга говорит, для бодрости свое тело надо обливать. Я говорю, я не знаю. Я мужа тело ледяной водой окатила. Меня это очень взбодрило. Особенно, когда он с просонья по квартире мокрометался. Идет, шмякается, как пингвин. Ну короче, я опять к подруге. Она говорит, господи, ну что ж мне с тобой делать-то? Не парься. На вот тебе траву, завари ее, дай мужу выпить в обед. Поняла? Эта трава усиливает внимание. Я говорю, поняла. Заварила, дай мужу выпить в обед. Вечером подруге звоню, говорю, ты что за траву мне дала? Она говорит, нормальная трава. Ее дают собакам на границе. Мне дал знакомый пограничник. А я думаю, что мой муж три часа по квартире ползает, все вынюхывает, нюх стер, усы опали, брови, глаза закрыли. Я его зову, а он на меня рычит, паркет роет и туда котлеты прячет. Ну я опять к подруге. Она говорит, не волнуйся, сейчас приду. Приходит, посмотрел на мою квартиру, говорит, ой, все понятно. У тебя в квартире все не по феншую. Феншуй придумали китайцы. Очень просто. Чтобы хорошо жить, надо мебель купить и правильно установить. Он у моей подруги муж пил. Ха, оказывается, табуретка неправильно стояла. Муж сразу пить бросил, когда на табуретку поставила правильно, прямо мужу на голову. Феншуй вещь. Нету в доме феншуя, значит нету. Там любви. Короче, подруга сказала, что кровать, на которой мы с мужем спим, стоит в неблагоприятное по феншую место. А в комнате сестры там место более благоприятное для любви и понимания. Я говорю, это правда. Там место благоприятное. Сестра у меня год жила, 18 раз замуж уходила. Там место благоприятное. Там окно выходит прямо на воинскую часть. Ну, короче, пока сестра уехала в очередную свадебную командировку, мы с подругой нашу кровать перетащили в комнату сестры. А на место, где кровать стояла, мы диван поставили. А я собаку с дачи привезла, она на этот диван и легла. Короче, я лежу на новом благоприятном месте. Жду страшных новых отношений. Муж пришел домой поздно, с рыбалки, хорошо нарыбаченный. И поперся сразу на неблагоприятное по феншую место. Лег. Собака его начала лизать. Полный феншуй. А может, нетрезвый? Вдруг собаку стала моим именем звать. Ира, ты какая-то сегодня не такая. Молчаливая, ласковая. Я молчу. Собака тоже молчит. Даже диван не скрипит. А он говорит, Ира, такая ты мне нравишься. Как бывало в молодости. Молчим, целуемся, помнишь? Собака молчит, она же не помнит. А он вдруг говорит, Ира, а тебе денег хватает? Я чуть не заорала. А собака, она меня выручила, она завыла. Как будто кобеля лет пять не видела. А он говорит, ладно, Ира, будут тебе деньги. И назвал 15 заначек на одной только кухне. А потом вдруг говорит, Ир, а может, мы тебе шубу купим, а? Я лежу, думаю, что делать? Шуба пролетает. А собака, она же женщина. Она взяла его и лизнула. Муж говорит, ладно, Ирка, купим тебе завтра шубу. И заснул. А я на новом благоприятном месте от счастья захрапела. Ой, подруга приходит ко мне через три дня. Хотела мне совет дать. А я ей говорю, теперь ты сама не парься. У меня муж, лучший в мире муж, шубу купил, денег дал, стиральную машину починил, сам готовит, стирает, моет, убирает и золото дарит. Ничего не делала, просто десять минут помолчала. АПЛОДИСМЕНТЫ Правильно народная пословица говорит. Молчание золото. Дома, ничего, так расстроилась. Ты себе даже не представляешь. Ну, представляешь, уже двенадцать, уже час, уже два, уже три. Я так, знаешь, прям вот в окно, потом на балкон вышла. Нету, нету. Плакала. Ай, утром на себя в зеркало посмотрела так. Килограмм шестьдесят лицо весит. Тут звонок в дверь. Думала, муж пришел. А это соседка, Люська, пришла. Говорит, здорово. Как дела-то? Я говорю, Люся, плохо, Люся, ты знаешь У меня муж пропал, дом не ночевал Люся, я не знаю, что делать Я уже вся изревелась, Люся Скажи, скажи, а, Люся, скажи Ты же давно замужем, с детства, наверное У тебя недавно золотая свадьба была За 10 лет, 50-й муж А у меня муж первый раз пропал, Люся Она говорит, пропал и отлично Он мне никогда не нравился Не вздумай искать Я говорю, Люся, ты сама сошла Я буду его искать Да не вздумай, муж не кошелек Начнешь искать, сразу найдется И был бы мужик нормальный, слушай А не твой этот сундук безденежный Он не сундук, он талантливый художник Я, как ты, между прочим, мужа деньгами не мерю Правильно И я мужа деньгами не мерю Я мужа и мерю дачами, квартирами, машинами И тебе советую такую мужу найти, поняла? Мне такого не надо Мне своего мужа найти надо Ой, да ладно, Света Найдем мы тебе мужа Есть у меня один красавец Трехкомнатный, в центре Нет, я же Федю люблю Ты же знаешь, я его давно еще люблю С детского садика Помню, он мне в детском садике Еще колготки подтягивал Ага, ты до сих пор вон в этих колготках ходишь Ну и что? А зато он мне в шестом классе подснежники дарил Все лето В шестом, да? А в шестьдесят лет он тебе лопух подарит За что ты его любишь-то? За просто так? Да Этого просто так у твоего Феди навалом Слушай, значит так Ушел и гантеля с ним Мужиков надо менять, как лошадей на скачках Твой давно уже выдохся, поняла? Нет, я с Федей не расстану О, не расстанется Тоже мне Лукашенко с Белоруссией Да, я буду жить с Лукашенко То есть это с Федей Ну скажи мне, Люсь Ну пожалуйста, скажи, а? Ну куда позвонить, чтобы муж-то найти? Ну скажи Сказать 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 Хорошо Значит так, Света Чтобы найти своего мужа Надо звонить в дверь квартиры его любовницы Люська Какая ты дура Ну надо же быть такой дурой Какой любовницы? При чем здесь любовница? Нет у Мауфеди никакой любовницы Даже желания нету Конечно Откуда у твоего Федя могут быть желания Если вы картошку едите одну А в праздник две Да неправда Мы упитанные Да, упитанные Помнишь, в зоопарк ходили Обезьяна, глядя на вас, заплакала И свой банан протянула Но мы же его не взяли Да у вас сил не было руку протянуть Вы скоро ноги протянете Живописцы, рисовальщики Да неправда Ну неправда Мы нормально питаемся Да ты питаешься скелетами От чупа-чупса А твой Федя, наверное, в цирке У лошадей Овес ворует Да мой Федя Никогда не опустится до воровства Да? Да Ну и дурак А вот мой 50-й муж Опустился до воровства Сейчас уже в правительстве Министром работает Слушай меня, Света Ты не будь дурой Ты выходи замуж За моего 30-го мужа Он при деньгах На дороге работает Соловьем-разбойником Э, в смысле, гаишником Да нет Я Федя люблю Очень люблю Да ладно Привязался к Феде Пьяница твой Федя Сейчас у меня нибудь Пьяный лежит Вотрезвитель Да не правда А вот правда Возьми и позвони Хорошо Хорошо, Люся Чтоб тебе доказать Я позвоню Ну, звони Алло Здравствуйте, Вотрезвитель Простите, я не знаю Ваше отчество Есть там у вас Федя Семенов Очень талантливый художник Что? Особые приметы? А, у него Большое родимое пятно На черных трусах От клея Что у вас Таких дураков нет? Ай, ну что я сказал-то, а? Даже вотрезвитель признал твоего Федю дураком Да неправда Неправда Это у тебя У тебя Людька, мужиков больше, чем кошек в подвале Да Света Мне с мужиками интереснее, чем с кошками А мой Федя Талантливый художник Да был бы талантливый Мебель бы нарисовал Чтоб хоть сесть было Ну чего Что ты привязал к своему Феде, а? Тоже мне красавец в маминой кофте Ладно, все Давай устроим девичник Мы и восемь мужиков И завтра у тебя муж не гений Но ты всю зиму в шубе отбегаешь Бросай его, Светка И пойми, что человек Создан для счастья Как Чубайс для электричества И был бы там какой-то красавец Там, я не знаю, Жан-Морей, Бельмондович Твой Федя ж Децл в сокращении Ну и что, что мой Федя Децл Даже поговорка есть Мал клоп, да дорого То есть, мал золотник, да вонючка У тебя уже язык с голодухи заплетается Да подожди ты, Людька Федя Федя пришел, Федечка Родной мой, ну где ж ты был-то? Я всю ночь проплакала Ну ты хоть бы мне позвонил Света, дорогая моя Да что ж ты Ты что забыла? У меня аж вчера была выставка картин Светка, все мои картины немцы купили За такие огромные денежищи Все Мы с тобой здесь больше не живем У нас теперь квартиры в трех странах А эту квартиру Давай Люсе подарим Люс, ты челюсть свою с пола подбери Одевайся, Светка Смотри, какое БМВ под окнами стоит Поехали в ресторан Вот видишь, Люся Верить надо мужу Доверять Мужья без поддержки Жены Очень слабые Хотя все Такие Талантливые Женщина я материально обеспеченная Все у меня есть Кроме семьи Ну муж-то мне и даром не нужен Зачем мне это пьяница А вот ребенок Это другое дело Ну где его взять Вот я и решила Завести нормального здорового мужчину Минут на двадцать Ну максимум на тридцать Ну знаете, что-то искусное Там в пробирке Не хочется Мало ли что там от кого Родиться негр Потом всю жизнь доказываешь Что никогда в Африке не было И вот вы знаете Обратила я внимание На соседа с третьего этажа Такой положительный Интеллигентный Но главное дети у него Такие крепкие Здоровенькие Умненькие Вот думаю Кто мне для этого дела нужен И вот вчера вечером Встречаю его у подъезда Говорю Понимаете Как бы это объяснить В общем я живу одна Мне очень одиноко Он говорит Заведите себе рыбок Я говорю Да нет Понимаете Мне очень хочется Чтобы рядом был родной человек Но не муж Ну Ну вот Мне нужно то Что остается после мужа Он говорит Долги что ли Я говорю Да нет Понимаете Ну вот Ответьте мне на вопрос Зачем мужчины женятся Он говорит Ну откуда я знаю Ну я говорю Ну вот вы Почему женились Он говорит Потому что одному спать страшно Я говорю Ну завели бы себе собаку Он сказали тоже Собак готовить не умеет Я говорю Да действительно не умеет Ну вы меня простите Ну вот А Что вы делаете Со своей женой ночью Он говорит Спим Я говорю Что всю ночь спите Он говорит Нет иногда в туалет ходит Я говорю Что больше ничем Не занимаетесь Он говорит А чем в темноте Можно заниматься Я говорю Ну вы свою жену Когда нибудь целовали Он говорит Целовал Три раза в лоб На свадьбе Я говорю Я говорю Мама А после свадьбы У вас брачная ночь была Он говорит Конечно была Я говорю Извините конечно И чем вы в эту брачную ночь занимались Он говорит Деньги считали Которые на свадьбу подарили Я говорю Ну Вас Ваша жена Когда нибудь целовала Он говорит Целовала Я же вам сказал Я говорю Хорошо А она раздевала вас Он говорит Раздевала Я говорю Вот И что она при этом говорила Он говорит Скотина Еще раз напьешься С балкона сброшу Я говорю Так Ну я не знаю Я буду с вами откровенна Вы знаете Я бы очень хотела Чтобы у меня был мальчик Он говорит Студент что ли Я говорю Да нет Чтобы я кормила его с ложечки Одевала на него памперс Он говорит А пенсионер Я говорю Да поймите же Я хочу стать матерью Он говорит Ну становитесь Я говорю Так вот для этого Вы мне и нужны Он говорит Вы что хотите меня усыновить Я говорю Да я ни разу в жизни Не была в роддоме Он говорит Ну я тоже там ни разу не был Я говорю А дети Как они у вас появились Он говорит Вместе с женой От первого мужа Я говорю Большое вам спасибо Он говорит За что Я же для вас ничего не сделала Я говорю Вот за это и спасибо Смотрю на соседа И думаю Ну что за мужики пошли Ну ничего не могут Ни ребенка родить Ни страной руководить Ой, я вчера по телеку фильм посмотрела Ромео и Джульетта Расплакалась Так стало жалко Себя Думаю, какая у них там любовь, а? Нежность, романтика А у меня только Мать, дай пожрать, а? Ну дай пожрать Муж с работы пришел Я говорю Вова Вова Давай с тобой жить Как Ромео и Джульетта Он говорит Давай Я твоего брата Давно хочу убить Второй год Пятьсот рублей не отдает Я говорю Вова Ну ты знаешь Как Ромео любил Джульетту Он ради нее отравился Вот я тоже чуть не отравился Твоими голубцами погаными Сказал я Три дня стоят Давай коту отдадим Ты говоришь Нет, ешь сам Кота жалко Я говорю Вова Ну при чем здесь Голубцы? Я же тебе про романтику рассказываю Джульетта Чтобы не выходить за графа Париса Выпила особый состав После которого человек Кажется мертвым Он говорит Да знаю этот состав 50 грамм водки 50 грамм пива Выпить 10 раз Я говорю Вова Ты знаешь Как они романтично поженились На свадьбе никого не было Только он и она Он говорит Правильно А у нас с тобой на свадьбе 250 рыл гуляло Нажрали столько Что у нас уже внуки А мы еще за свадьбу не рассчитались Я говорю Вова Да я тебе про романтику рассказываю Мужчины в прошлом веке Ради женщин Стрелялись Он говорит Я тоже чуть не застрелился Когда увидел тебя В новом купальне Когда ты вверх с низом перепутала Я говорю Вова Ну давай с тобой жить Как в кино Помнишь фильм про гардемаринов Там шевалье Дебрелье Украл Анастасию Ягужинску Он говорит Вот бы тебя кто украл И мать бы твою прихватил Я говорю Да даже древнегреческие боги Были романтиками Он здесь Чтобы овладеть царицей Ледой Спустился с небес Превратившись в лебедя Он говорит А я думаю Чет в парке лебедей кормит Вот дура Еще на че-то надеется Я говорю Вова Ну ты вспомни Как романтично Дубровский Клал для Маши Записки в дупло Он говорит Какой же у Дубровского Был кариес Если в дупле Записки помещались Я говорю Вова Ну а вспомни фильм Про мушкетеров Как Тартаньян Дрался на шпагах С гвардейцами кардиналов Мотор дрался Помнишь к нам на Новый год Какой-то алкаш вломился Я говорю Вова Ты никакой не алкаш Это ты перепоя Себя в зеркале не узнал И все трюмо расколбасил Я говорю Вова Я же с тобой Про романтику разговариваю Помнишь Штирлиц 16 лет Не виделся с женой И все 16 лет Хранил жене верность Он говорит Да ладно Это жена так думала Я говорю Неправда Вова Неправда Штирлиц Не мог обманывать жену Он говорит Ага Весь третий рейх Мог А жену не мог Ой Я говорю Вова Да как же ты не понимаешь Даже индейцы Инки Из своих волос Плели одежду Для возлюбленных Мой себя полысь Не похлопал Говорит Мать У меня даже На стринге не хватит Я говорю А Петрарков Вспомни Какие он стихи Посвящал своей Любимой Лауре Мать Ну вот это хватит Я тоже тебе На 50 лет Стихи сочинил Помнишь Голова твоя седая Три железных зуба Ты уже не молодая Не дала бы дуба Боже мой С кем я живу Вова Да даже у птичек Есть романтика Вон Синичка Строит гнездо Ну Так самец ей приносит Веточки Палочки Сухую травку Он говорит Ага Петров домой Принес сухую травку Семь лет спаяли Я говорю Ну а у аистов Я сама видела Самочка куда-то улетела Самец сел на яйца Он говорит Мать Ну я тоже сел Который сумку с яйцами На диван поставила Я не понимаю Чего ты от меня хочешь Чтобы я как дартаньян Прискакал на коне в офис Подрался на шпагах С бухгалтершей Ну Принес веточки Палочки Сел на яйца Рассказывал стихи Я говорю Вова Я хочу Чтоб ты ради меня Совершал подвиги Он говорит Мать Да я их совершаю Только жизнь Сейчас другая Подвиги другие Сейчас оплатить Коммунальные Подвиг А разве не подвиг Каждый вечер Выслушать от твоей мамы Полный пересказ Передачи Давай поженимся Кто на ком женился Что сказала Сваха Роза Собитова Как отреагировал Астролог Василиса Володина Что на это Ответила Лариса Гузеева И главное Хороши специалистки По выбору мужа Гузеева Третий раз Замужем А Сваху Муж бил Бил И в результате Бросил И они всю страну Учат Как удачно Выдти замуж А лечиться В нашей поликлинике Не подвиг Когда мне врач Поставил диагноз Вывих ягодицы Глазного яблока Им в поликлинику Новое оборудование Завезли Они им даже Пользоваться не умеют Засунули меня В какую-то Гидромассажную ванну Потом оказалось Что это Тестомешалка Для столовой Они меня там Час месили Я еще говорю Почему В гидромассажной ванне Горит надпись Добавьте дрожжей Я говорю Вова Просто я хочу Чтоб ты был романтичней И делал Хоть что-нибудь Для меня Говорит Мать Я для тебя Делаю только Одну вещь Я для тебя Живу Ты думаешь Легко мне В 58 лет Работать Разносчиком Пиццы Машины нет Хожу медленно Пока донесу Пицца срок годности Кончается Меня на работе Так и зовут Небесный тихоход А недавно Иду голодный Не удержался И отгрыз кусочек Начальнику звонят Говорят У вас Крысы Начальник Мне говорит Слышь Крыса Еще раз Откусишь Пиццу Я тебе Выдеру Орудие Преступления А стыдно Ты как А я все Терплю Лишь бы тебе Хоть какие-то Деньги принести Вот сегодня Бегал по городу Как старая собака Ноги ледяные Спина болит Голодный Холодный Думаю Ну сейчас Приду домой Сейчас поем Отогреюсь Тут ты Со своей романтикой А Ну треплешься Треплешься Ну хоть бы секунду В тишине побыть Я быстро Надела на него Шерстяные носки Теплые тапки Замотала спину Пуховым платком Намазила финал голым Налила борща Сама рядышком села И заткнулась И тут Он так на меня Посмотрел Что я поняла Что мой Вовка Самый большой Романтик Субтитры сделал DimaTorzok